Баров Дзес! Здарова, мои подписчики из Армении! Шлю вам огромный привет с Киева! Сегодня на очереди у нас изучение современных армянских песен и клипов. И как вы думаете, о ком мы будем говорить? Лилит! Мы будем сегодня разбирать один из последних видеоклипов уходящего 2018 года. Не будем тратить своё время. Погнали! Ромский взгляд. Моя интернет-семья! Здарова! Как вы уже поняли, с вами Богдан. Я так часто говорю эту фразу, мне кажется, уже каждый выучил, как меня зовут. Но напоминаю ещё раз, меня зовут Богдан. Сегодня мы говорим об армянских клипах. И на очереди у нас поп-певица Лилит. Добрались мои ручонки наконец-то и к этой певице. Я никогда не слышал её, ничего не видел. Не знаю, какой у неё голос, не знаю, какой у неё месседж, что она предлагает своим слушателям. Но, тем не менее, попробуем разобрать. Это очень интересная тема, поэтому давайте вместе посмотрим, обсудим. Напоминаю, что работы смотрю впервые. Я предварительно не ознакомлюсь для того, чтобы реакция была максимально честной, искренней и настоящей. Мне очень важно, чтобы мы с вами вместе принимали решения и изучали друг друга, насколько мы с вами сходимся. Потому что я просто обожаю проводить время со своей аудиторией. Погнали смотреть. Клип идёт 5 минут. Прям фильм-история. О, русские субтитры класс. Ну, чуть-чуть банально. Когда ты на свадьбе, ты такой... О, боже, я среагировал, как она. О, что со мной не так? О, мой гаш. Лирика? Саксофон? Музычка схожа с Игорем Крутым, там, 97-99 год. Ну, ладно. Аэропорт. Конечно, она улетает от любимого далеко и надолго. Как не петь о расставании, если она его бросает? На несколько дней. Боже, измена, серьёзно. Ну, это же так банально. Красные каблуки. О, режиссёр, что с вами не так? Кстати, певица очень красивая. Раскадровка хорошая здесь. Правда, работала команда немаленькая. Нож? Так, ладно, мне это нравится. Всё, что связано с месивом, это... Оу. А-а-а, не так всё банально. Здесь, оказывается, есть непредсказуемые моменты. Ну, хорошо, мне интересно. Ну, мне интересно, правда. Ну, конечно же, она врезала волосы, как без этого. Блин, настолько красиво снята. Мне очень интересно, какие объективы использовали во время съёмки. То есть, чисто технические моменты, они подкупают. Слушайте, она хорошенькая такая, с короткой стрижкой. Класс. Милая певица. С неё можно лепить, мне кажется, абсолютно любой образ. А-а-а, это подруги. Вот как часто бывает в жизни. Лучшая подруга убила-то парня. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, знаете, немножечко гламурщина вот эта, она портит полный антураж. Хочется чуть больше жизни, естественности. То есть, так как это происходит, в принципе, а не вылезная картинка. Не знаю. но короткие волосы и лилить мне не дают покоя правда но актера которого пригласили на эту роль не не знаю абсолютно классический альфач предсказуемый образ зеленый костюм машина ой мое сердце растаяло украшения к seize мысль да ладно это истины на лавань чё ты вообще к нему вышла в конце концов он тебе изменил и ты и занесено в тюрьму ай ну наконец додумалась уйдёт ну слава тебе господи слушайте ну начале я был как-то настроен скептически потому что музыка мне не сильно зашла с первых аккордов мне показалось сначала достаточно искусственным, за счет этой гламурщины, вот этих вылизанных образов. Сегодня пятая годовщина нашей свадьбы, цветы, поставь цветы в вазу, что? Дальше очень банальная раскадровка, эти детали, где красные каблуки, она заходит в дом, видит вещи любовницы, эта любовница оказывается подругой. Это так все предсказуемо, но в какой-то момент мне стало интересно смотреть, когда она с ножом набросилась, но еще круче было бы, если она действительно убила кого-то из героев, тогда бы она отсидела по полу, и еще бы отомстила тогда любовница или ему. Поэтому мне чуть-чуть не хватило, вот режиссер ушел с самой задумкой больше в glamorous, вот этот вот пафос, которого я не знаю, ребят, я не знаю, но от гламура все устали. Я, честно говоря, по своим ощущениям, хочу какой-то естественности, и если бы они это отыграли и представили аудитории, как в обычной жизни это происходит, мне кажется, это вообще настолько взорвало, что было бы неимоверным хитом. Лилит красотка с короткими волосами, я вообще просто влюбился. Работа достойная, напишите, какие песни Лилит вы любите, как вы вообще познакомились с ее творчеством, мне очень интересно узнать вашу историю взаимоотношений с этой певицей. Подписывайтесь на мой канал, становитесь частью нашей интернет-семьи, с вами Богдан Ромский взгляд, я не прощаюсь, желаю вам отличного настроения, до скорых встреч, пока! Ромский взгляд Ромский взгляд